Привет! В этом видео я покажу, как делать автоматические ответы на сообщения в ТикТоке. Эта функция появилась недавно, но сразу сделаю оговорочку, что для того, чтобы это настроить, чтобы эта функция была, нужно, чтобы у вас был подключен бизнес аккаунт. Как подключать бизнес аккаунт? Я это показывал в прошлой серии, оставлю ссылочку в описании на этот ролик, чтобы не занимать сейчас в этом видео ваше время. Кто знает как, ставим лайк, кто не знает, если это видео вам окажется полезным, просьба подписаться на мой канал под видео, красная кнопочка подписаться, чтобы не пропустить новых интересных серий и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас будут какие-то вопросы, замечания, пожелания, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Я все комментарии читаю. Ну и что тянуть время? Погнали! Для этого мы заходим в наш ТикТок, переходим на нашу страницу и вверху нажимаем вот эти три точки. Дальше нажимаем инструменты для бизнеса. И вот у нас внизу настройка сообщений. Нажимаем настройка сообщений. У нас есть два приветственных сообщения, да, разделы второй автоматические ответы на ключевые слова. Ну давайте попробуем на приветственных сообщений. Нажали ползвуком на зеленый, заходим в сообщение и вот здесь нам предоставляется добавить приветственное сообщение. И вот у нас примеры есть, как нужно это описывать. А мы уже выбираем то, что мы хотим написать. Ну и пишем сообщение. Написали, нажимаем отправить. Вот отправляем сообщение на модерацию. Нажимаем отправить. И все отправлено на проверку. ТикТок проверит наше сообщение на наличие спама и других запрещенных слов. Дальше автоматические ответы на ключевые слова. Нажимаем ползунок. Нажимаем сообщение. И здесь появится сообщение с автоматическим ответом по ключевым словам. Нажимаем добавить. И вводим ключевое слово. Давайте напишем привет. Ключевое слово привет. И в сообщении будет у нас привет. Если человек к нам напишет привет, ему в ответ тоже отправится сообщение с приветом. Мы можем посмотреть примеры автоматических ответов. Почитать, как можно их правильно писать. Я для примера привет написал. Нажимаем отправить. И опять идет на модерацию. Отправлено на проверку. И вот сразу у нас есть одобрено. Видите, привет сразу одобрилось. И вот у нас есть уже редактировать. И одно ключевое слово. Мы можем поменять. И приветственное сообщение тоже можем отредактировать. Если мы хотим поставить какой-то другой вопрос. Вот так все просто, друзья. Пробуйте. У вас тоже все получится. Итак, вы посмотрели, как можно настраивать автосообщение. Такой небольшой себе чат-ботик, который будет заменять ваше личное время. И ответит вместо вас. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok